Суть сегодняшнего эксперимента измерения расхода воды в реальном контуре. Контур состоит из кувшина с водой, непосредственно самой помпы, объекта измерения. Помпа оснащена третьим вариантом самодельного топа и доработана перемычкой для переключения режимов работы, режимов мощности помпы. Дальше в контуре идет самодельный радиатор. После радиатора идут 4 самодельных водоблока, 2 для видеокарт, 1 для процессора, 1 для чипсета. Ну и прибор учета воды, водяной счетчик. Включаем контур. Сначала измерим для режима работы Line DDC 1T+, более мощная версия. Напряжение питающего аккумулятора составляет 12,1 В. Ток потребления 1,75 А. Таким образом, употребляема в данный момент мощность порядка 20-21 В. Для того, чтобы измерить расход, нам еще необходим секундомер. Стартовые показания 126 литров начали. Пока измеряются положенные 10 литров, в большей точности коротко расскажу о водоблоках. Водоблоки сделаны по метротональной технологии, а по сути просто спаяны из листовой меди толщиной 0,5 мм. Ребра и зазоры между ними составляют толщиной 0,5 мм. Высота ребра 4,5 мм. Длина ребра 30 мм. Толщина подошвы в рамке, изготовленной из колонной меди, порядка 2,5-3 мм. По 30 ребер на каждый водоблок. Крышки для водоблоков сделаны из растекла, выточены послойными и впоследствии склеены клеем. Для контроля точности счетчика, впоследствии измерим расход методомерной кружки. Итак, стартовая величина была 126 литров. Для простоты расчетов отмерим 10 литров. Итак, 136. Минута 36,66. Вычислим расход в пересчете на литры в час. 3600 секунд делим на 96,66 секунды. И умножим на 10 литров. Получим 372 литра в час. 372 литра в час. Это был расход, измеренный счетчиком. В режиме работы помпы. ДДЦ 1Т+. Теперь проверим правильность расчета на додомерной кружке. Засечем за сколько секунд. Берется 1 литр. Начали. Одновременно с калиброской шланга. Включаем и выключаем секундомер. Результат составил 10,65 секунды. Проверим. 338 литра в час. С учетом того, что набралось чуть больше литра, показаниям счетчика вполне можно верить. Теперь проведем измерение режима работы Lying DDC 1Т. Не плюсовая версия. Удалим перемычку. Не понадобится. Чтобы сменился режим работы, необходимо выключить и включить помпу снова. Звук работы помпы субъективно стал тише. Соответственно, это подтверждается показаниями амперметра. Потребление помпы составляет 1,18 ампера. Напряжение на аккумуляторе тоже несколько упало уже. Мощность помпы примерно 14 ватт. Произведем замер в режиме DDC 1Т, не плюсовая с помощью счетчика. Стартовое показание 152 литра. Пока отматываются наши литры, сосчитаем разницу в потреблении помпы в режиме DDC 1Т плюс и 1Т. Итак, 14,2 ватта составляют примерно 67,5% от 21. То есть разница в потреблении примерно 31-32%. Разница в потреблении мощности. Пока намоталось только 4 литра. Водоблоки изготовлены с прицелом на высокий расход в контуре. Поэтому как раз именно эта величина наиболее важна. При низком расходе вода между ребрами распределяется неравномерно. Да и эффективность омывания ребра тоже значительно снижается. Стартовое показание, напомню, было 152 литра. Итак, по контуру прошло положено 10 литров. Высчитываем расход в пересчёте на час. Минута 51 секунда и 52 сотых. Это 111 секунд. 3600 делим на 111. Умножаем на 10 литров. Получаем 324 литра в час. Теперь проверим эти показания с помощью мерной кружки. Постараюсь не перелить. Опять слегка завоздушиваю контур. Итак, показания секундомера 12 секунд. Практически ровно литр. Ровно 300 литров в час. С помощью счётчика измеренный литраж был 324 литра в час. То есть, грубо говоря, плюс-минус 10-20 литров, порядка 310 литров должно быть. Высчитаем прирост. 310 литров от 370 литров составит 83%. То есть, разница в расходе составляет всего 16%. В то время как разница в мощности, напомним, составляет почти 30%. На этом замеры можно завершить.